Начинаем, начинаем, начинаем. Сергей, день добрый. Здравствуй. Рад видеть тебя в здравии, в полном хорошем настроении. Как там погода в Москве, кстати? У нас такой дождь был днем, просто кошмарный. Ну, такой теплый, правда, но все равно. А сейчас вроде уже спогодилось, но... Хотел, а здесь пока нету ничего, говорят, завтра дойдет дождь. Хотел с тобой поговорить по поводу, что сбылось, что не сбылось. Ведь мы давно уже записали ролик «Знакомьтесь, инвест-херос». Да, уже, мне кажется, это был прошлый август. С тех пор мы говорили про российский рынок. Он дошел до 3000 по МВБ. Этот прогноз сбылся. Потом говорили много про золото, что оно будет расти дальше. И там мой прогноз был 2000 или чуть больше. Сейчас он где-то 1750, а было там около 1350, наверное, 1400 в тот момент. Причем мы так поговорили же, что сняли ролик, и потом в тот же день выступил Трамп, и он ввел новые пошлины. Хотя никто не верил. Прям пока писали. Так что, в целом, идем в фарватере того, о чем говорили. Хотя, признаюсь, сейчас сложнее давать прогнозы, когда рынок реально на хаях, и все видят большое расхождение между фундаменталом и ценой. Но все равно куда-то двигаться надо. Так что, в общем, думаем, смотрим, находим какие-то возможности в этом рынке. Сейчас многие аналитики говорят, что мы наблюдаем ралли медвежьего рынка. То есть это или отскок дохлой кошки, или что-нибудь в таком духе. Как ты вообще считаешь, нужно ли покупать акции в долгую? Нет, конечно, нужно вопрос именно стокпикинга. То есть, например, все зависит от отрасли. То есть, в целом, большие проблемы, которые были с ростом экономики, они никуда не делись. Например, в целом, американские акции не заработали прибыли больше последние где-то 7 лет. Но прибыль на акцию выросла из-за байбеков, из-за снижения налогов и из-за дивидендную долю нарастили в ущерб развитию. И в итоге рынок сильно вырос. Но это же не значит, что все компании плохие. Это значит, что была какая-нибудь компания, это какая-нибудь Beyond Meat. Она существует на рынке, который не существовал, а потом стал много миллиардов долларов. Может быть, еще дальше. Или Tesla. Соответственно, я смотрю в своем анализе и в России, и не в России, именно на рынке. То есть, важно, чтобы тот товар, который производится, или услуга, он обретал популярность. Рынок его рос, и успешные компании на нем создавали стоимость для акционеров. В этом смысле нет ничего плохого в том, чтобы инвестировать. Какой сейчас упор у вас на рекомендациях? На русский рынок или на американский рынок? Ну, наша специализация – это все-таки русский рынок. И русский рынок, он сырьевой, поэтому мы много смотрим на то, какую отрасль именно выбрать. То есть, там, где будет что-то, условно говоря, норникель, это связь с рынком, условно говоря, батареи, электромобили и так далее. Если, там, брать, там, русал, то это, там, ставка на то, что какие-то неэффективные производители умрут, там, условно говоря, нефтянка. Ставка на то, что, ну, в моем представлении цена вряд ли сильно вырастет, а объем постепенно восстановится, что, условно говоря, ОПЕК зажал вентиль. Сейчас цель, если появляется новый спрос, надо сразу же его забирать себе, пока его не забрал кто-то другой. И только когда ты восстановился до предсделочного объема, тогда уже конкурировать со всеми остальными. Потому что если дать цене вырасти слишком рано, то поплатишь за это рыночные доли в долгосрок. Вот, поэтому, как бы, наши рекомендации сводятся именно к отраслям. Пока что мы ставим на циклические компании, то есть, это, допустим, тот же, там, Норникель, это могут быть какие-то ритейлеры. Я даже не побоюсь купить банк. Вопрос цены, вот, то есть, вот, например, там, по Сберу, там, все-таки жду какой-то коррекции, чтобы купить его не жду. Мне кажется, там, для меня это комфортный уровень покупки. То есть, для кого-то да, для кого-то нет. Но я вижу, что денег в целом на рынке много. И, ну, по каждой отдельной бумажке, как бы, мы просто выбираем свою цену, которая нам кажется, там, обоснованной и интересной. Вот, примерно так. То есть, не широко по рынку покупаем, а именно точечно. Там, вот здесь что-то есть, там что-то есть. А это вообще опасная ситуация, когда звонишь людям, и они говорят, ну, ничего, можно покупать любой точке. Все равно ликвидность от регуляторов все захлестнет и все равно наверх вынесет. Не надо волноваться. Это я уже видел в 97-м году, когда мне сказали, какая разница, почем ты купишь «Газпром». Нет никакой разницы. Все равно будет потом дороже в разы. Это такое а-ля, с шашкой махать, да, опасно. А что у тебя с портфелем, кстати говоря? В плане этого года, значит, сначала мы сильно обогнали рынок, потом, значит, где-то в январе-феврале, потом на снижение продолжали его обогонять. После волны роста мы немножко пошартили рынок, и сейчас мы сравнялись плюс-минус, идем в рынке. Но я думаю, что до конца года сможем его немножечко перегнать. Есть такие мысли. А мы, то есть там сидит команда, у тебя какой-то вес, например, там 0,6, да, и принимается коллективное решение, да? Нет, мы в смысле инвест-херос. То есть я имею в виду, что как бы я себя немножко отождествляю с командой, которую я возглавляю, вот, которую я основал. Ну и у нас несколько стратегий, то есть вот я конкретно отвечаю за акции, у меня такой результат. У нас есть стратегия на бандах, она там в шоколаде-шоколаде, то есть, условно говоря, она сделала 15 с лишним процентов только за полгода, хотя, как бы, ее цель это там 9 годовых, условно говоря, потому что она бивалютная, то есть там рублевая часть и долларовая часть. В нормальный год, как бы, ну, ее результат это там, условно, там, 3 на американском долге, там, не знаю, 7 на русском и там 2-3 процента то, что может добавить управляющий. И то, что там в этом году она уже в плюс 15, там, ну, заставляет там, ну, конечно, не сушить ее осло, но быть осторожным, в принципе, уже понимать, что ты свою цель выполнил, надо не ухудшить и там забрать что-то, что плохо лежит, и все. А скажи, пожалуйста, вот, может, мы начнем все-таки с заседания ЦБ, да? Вообще, я смотрю, что большинство аналитиков, они правильно, правильно все сказали, вот, 4,5, ну, правильно, все правильно. А что будет дальше, и как это все повлияет на рубль? Ну, на самом деле, я думаю, что ЦБ на год вперед, как бы, может сделать какие-то повышения, понижения, но дальше, как бы, путь у него ограничен, и мне кажется, что то, что сделал сейчас ЦБ, чем-то похоже на то, что сделал ФРС в марте. То есть, если посмотреть, то, когда так снижаешь ставку резко и, там, доходишь уже до инфляции локальной, то госдолг становится неинтересным инструментом. И если наш ЦБ еще видит покупки, но вот сегодня, после решения поставки, покупки не последовали в длинных бумагах, скорее продажи. То есть, по сути, кто-то фиксирует прибыль, понимая, что, ну, полпроцента может быть есть, может быть нет, но еще непонятно когда. А, как бы, допустим, для резидентов, ну, сейчас, там, достаточно дорогой рубль, и, там, все то, что было куплено по доллару 80, сдать сейчас самое то. Ну, по крайней мере, там, разумный такой, ну, какой-то take profit, он имеет место быть. И в ставках ФРС похожая история была. То есть, когда в марте Пауэл обнулил ставку, я, вот, прям, специальный пост писал, что он открывает ящик Пандоры, потому что раньше доллар держался на крейтрейде, на американский долг, а сейчас этот крейтрейд стал неинтересным, потому что, как бы, ну, у тебя, там, отрицательная ставка получается. И что, там, в Японии ты получаешь, что в Америке. И это подтвердилось через то, что за последние полгода с американского рынка утекло 300 миллиардов долларов вложений нерезидентов. То есть, даже из Америки, из рынка трежерис, там, другие страны забрали свои вложения. Вот, поэтому, если уж у них так случилось, то я думаю, что, когда мы тоже так вот подходим к инфляции поставки, это, ну, просто обнуляет интерес и придется рынку ОФЗ дальше существовать на деньгах банков. То есть, по сути, наш ЦБ будет реповать банки, а они будут забирать какую-то маржу, закупая ОФЗ. А поскольку у нас большой дефицит, то, в общем-то, это означает, что нерезиденты с этого рынка плавно уйдут. Ну, просто это долго. То есть, чтобы они продали несколько процентов, пройдет пару месяцев. Понятно. Ну, то есть, ты сейчас выходишь в кэш и будешь покупать Забербанк ниже 200. У меня есть долгосрочный портфель, просто сейчас я его полностью пакетжил шортом фьючерсами индекса. То есть, условно, мне окей, что я неделю еще ничего не заработаю, просто посижу и посмотрю. Да, ну вот сейчас многие гадают, когда будет второе дно или перебивка. Сейчас, говорит, в сентябре. Сейчас уже в сентябре не модно. Сейчас, говорит, в августе, последние у него спикеры. В августе. Ты не занимаешься гаданием на кофейной гуще? Ну, я уже говорил, я покупаю просто от Evaluation и Free Cash Flow. То есть, вот я понимаю, что, условно говоря, мне нормально покупать компанию, если у нее Free Cash Flow Yield больше 10%. Если 15% – хорошо, если 12% – неплохо, если 10% – погранично. То есть, мне важно, сколько компания сделает для акционеров в ближайшие пару лет. Ну, и, по сути, это база для ее выплат, там, дивидендов или, там, байбэка, или во что, как она захочет. Вот, поэтому я просто, как, все-таки у нас, самая наша фишка – это фундаментальная аналитика. То есть, я просто попросил команду, чтобы они четко посчитали на пару лет прогноз Free Cash Flow у всех, там, топ-50 компаний. Мы просто выбираем вот по такому, условно, байфеттовскому критерию, то есть, чтобы реально компания делала деньги. Если она это делает, мы готовы ее покупать. Если денег не делается, ну, мы не готовы покупать. Ну, 50 компаний – это прямо по заветам Мелдера 2% на каждый актив. По заветам. Ну, не получается ли так, что, на самом деле, вы не знаете, в каким точке роста бить? Почему? Я говорю, что 50 компаний мы прошерстили, а выбрали-то мы, там, 5-7 штучек. А, ну, 5-7 штучек. Ну, давай мы поговорим, покритикуем или похвалим себя. Значит, у меня приятель, знаешь, как работает? Могу сказать. Нашел три компаний российских. В общем, один тоже, Сбербанк, да, тоже, и Московскую биржу, еще одну компанию. И вот он смотрит, как средняя, и потихонечку улучшает среднюю. Ну, да, я понимаю, да. Вот он знает, что это бизнес растущий. Вот ты разговариваешь с ним, говоришь, у Сбербанка 2 года, наверное, не будет особых результатов, вот, потому что, потому что, он говорит, это не важно. Я буду покупать. Не, ну, почему не будет? То есть, будет результат в виде прибыли. То есть, вот, ну, банк, условно, Сбербанк стоит примерно один капитал обычно. У него сейчас капитал стоит 220 рублей на акцию. Ну, так, просто грубо. Он торгуется ниже капитала. Ниже капитала купить Сбербанк – это нечастая возможность для инвестора. А при любой, там, ну, условно, не совсем из кризисной ситуации, капитал он будет стоить. Ну, по крайней мере, я в это верю. То есть, там, это статистически подтверждается, и, там, условно, мой белиф. Дальше. Смотрим, сколько Сбербанк заработает. Ну, если у него рентабельность капитала около 20%, обычно, ну, была больше 20 даже, то, ну, допустим, 10. Ну, там, кризисный год, там, это примерно та статистика, которую он сейчас показывает. Он даже чуть-чуть лучше идет. Окей, значит, 20 рублей на акцию мы получаем в год за ближайшие, там, в этом году и, там, за следующую весть. То есть, грубо говоря, Сбербанк будет стоить один капитал, где-то 260-270 рублей к концу 2021 года. Соответственно, почему, откуда берется мое 195? Я просто применяю свою жадность и говорю, я хочу, там, например, 25 годовых. Пускай он не будет платить дивиденд, но будет стоить один капитал. Мне больше ничего не нужно. Соответственно, мне нужно купить, там, по 200 или по 190, там, чтобы я заработал, там, процент 40 за полтора года, которые мне остались до моей точки X. Ну и все. То есть, если, как бы, не понимаешь всех перипетий, а они сейчас очень непредсказуемые, то покупай фундаментал. Это мой выбор. Понятно. Я сказал, что ниже ожиданий тех, которые были прибыль, допустим, 3 месяца назад, это все. Я не сказал, что прибыли вообще не будет. Вот, потому что, по-моему, еще пока не видели ни дефолт, ни банкротства, ничего пока. Все это еще будет, нас ожидает, мне так кажется. Вот, подумай, 11 марта, это недалеко, или там, когда у нас, 6 марта, что ли, нефть обрушилась. Это же совсем недавно было, по большому счету. Вот. Я тут согласен, что компаниям-то нужно же время, чтобы попробовать, не получилось, и потом все-таки умереть. Это срок. Так, давай поговорим про норильский никель. Вообще стоит ли покупать этот актив сейчас? Ну, тут кроме политических рисков, никаких особенных-то я и не вижу. То есть, да, окей, там какие-то проблемы, но это как, не знаю, как у Куэлл. То есть, есть компании, которые тебе и не дадут купить очень дешево. То есть, попробуй купи. Вот, потому что покупают их институционалы, у них выбор вообще не богатый, как бы, на нашем рынке. Поэтому, опять же, здесь выручает Freakashow Yield. То есть, Freakashow Yield норильского никеля, по нашим оценкам, по-моему, топ-1 или топ-3 на российском рынке на ближайшие два года. То есть, теоретически он мог бы заплатить примерно 14% дивиденд, там, два года подряд. Ну, там, у него есть какое-то развитие, там, еще что-то, мы все понимаем это. Но, как бы, если сравнивать с другими компаниями на рынке, ты таких не найдешь. По поводу Аэрофлота. Сегодня, по-моему, нет, вчера читал Наталью Малых, аналитика Финама. Она говорит, вот, если будет 60-70, это хорошая идея купить на 4 года, потому что через 3-4 года восстановится, и получится, что цена 160, и вот получится хороший процент прибыли. Вот, что, ну, уже она думает, когда это восстановится, да, хотя вот западные компании, насколько я смотрел, Дельта, да, по их прогнозам, они только в ноль выйдут в конце года. Это в лучшем случае, в лучшем случае. Вот в ноле я имею в виду каждый день, да, не убытки. Но, тем не менее, уже люди думают, стоит ли сейчас рисковать в Аэрофлоте. Не, мне кажется, что мне не нравится такая идея. Во-первых, потому что, по сути, то, что с ними происходит сейчас, это то, что, ну, грубо говоря, они получили долг в 80 ядов, и еще и получили, ну, они самым дорогим способом его покрыли. То есть через государственную поддержку, через размытие миноритариев. То есть 160 через, там, два года, если смотреть с точки зрения, там, прибыли на акцию, дивиденды, это же как 80 сегодня. Вот, так что такая штука. И второе, это все-таки госкомпания. А госкомпании, как бы, на долгосрок инвестируют всегда хуже, чем частные компании. Ну, в силу разных причин. И, ну, там, прям большое расхождение с точки зрения того, если взять корзину ГОС и корзину НЕГОС, то НЕГОС на длительных сроках сильно обгоняет. Поэтому я бы брал частные бизнесы. Вот, это такое общее правило. Конечно, могут быть исключения, но все-таки нет. Возьмем московскую биржу, которая вводит вечернюю сессию, которая вводит торговлю американскими акциями. Ты уже прикидывал, как-то, ну, вырастут доходы московской биржи с этими инновациями? Ну, безусловно, как бы, вырастут частично, потому что люди-то одни и те же будут торговать. Можно, конечно, еще больше колбасить там на акциях, но я думаю, что вообще акции – это не основной доход биржи. Это там, по-моему, 9% что ли, это очень мало на самом-то деле. Поэтому здесь я бы не делал прям какой-то супер большой ставки поверх того, что уже есть. То есть, наш эстиммейт по бирже – это примерно 140 рублей, вот. Но этот эстиммейт, ну, там, далеко в следующий год, условно говоря, в следующее лето. Поэтому могу сказать, что я в портфеле держу, там, в этом году два раза я торговал, то есть, покупал ниже 100 и продавал по 127, потом купил около 115 и, в общем, сейчас держу. Поэтому, мне кажется, это просто нормальное вложение в портфеле. То есть, это актив, он реально зарабатывает деньги, он реально развивается. Чудес от него завтра я точно не жду, но, как бы, с точки зрения, там, сравнения с облигациями – точный вариант. В прошлый раз мы много говорили про золото. Вот как относишься к инвестициям полиметалла и полюса? Потому что буквально все аналитики говорят, что эти акции очень сильно переоценены. Ну, мы все это время с ними спорили. Но выходили в какой-то момент, потому что видели коррекцию в золоте, как вероятную, и, там, публично это отразили на нашем канале. То есть, по сути, там, когда оно было где-то 1730, проваливалось недавно, до 1680. И тогда достаточно сильно раздали и полюсы полиметалла, они процентов на 20 упали. Вот, мы как раз выступили с предупреждением, потом это дело, значит, откупили. И сейчас снова быки по этим бумагам. Ну, то есть, просто там наложилось, что и доллар сильно ослабел, и золото начало пикер, и, как бы, поэтому раздали акции. Но, вообще, я вижу и то, и другое, процентов на 30 выше, и, как бы, я считаю, это абсолютно точно хороший актив. Мой прогноз золота, там, около 2-2 с небольшим в следующем году. Поэтому, я думаю, что ничего страшного не будет, будут расти дальше. Вот, ну, здесь просто мультипликаторы, что у золотодобывающей компании нормальный multiple где-то 8, и беда. А сейчас они торгуются по-поворотному где-то 6,5-7. Это мало, то есть, ну, им еще расти. Мне показалось, либо это так и есть. Ты изящно ушел от вопроса про судьбу рубля. Про судьбу рубля? Ну, в целом, я бык по рублю, вот, такой долгосрочный. Мне кажется, что нефть не останется на 40, то и рубль нелогично ожидать где-то там, где есть. У этого прогноза есть один большой риск. Это он связан с нашей фискальной ситуацией. То есть, если наше правительство вдруг решит пойти в массированные госрасходы, то мы знаем, что у нас слабая конкуренция в стране, и рост денег, он сразу просто выливается в рост цель. Вот, это риск, ну, потому что тогда мы должны будем быть, пойти повыше. Но в целом, я думаю, что там может занять время, может быть это турбулентно, но вытекать через полтора, там, доллар по 65, я вижу вполне нормальным. И под это подстраиваю инвестиции. То есть, я не очень сильно ставлю на экспортеров, понимая, что, как бы, у них есть такая неназамедленного действия, и только на одном долларе не выйдешь, потому что он сейчас укрепился. Как ты относишься к акциям электроэнергетики? Мне кажется, что, как бы, это такой аналог облигаций, и там пока сильных каких-то движений я не жду, кроме каких-то компанейских штук. Вот, например, есть, ну, не генерация, а сети, например, Россети, где видно, что идет консолидация бумаг, дочек, как бы, в смысле, что их могут либо перевести на единую акцию, либо еще как-то, и со всех сторон поджимают. То есть, с одной стороны, там, взяли и сильных гендиректоров, там, ФСКи, например, перетащили наверх. То есть, там, как бы, сигнал, что, ребят, вас всех зачистят, уволят, там, оптимизируют, вы не нужны. Там, потом сделали единые логотипы всем, что все, Россети, Россети Юг, Россети Янтарь, там, Россети, все. Потом взяли и сделали дивидендную доходность всех дочек около 5%. Это не то, к чему привыкли там миноритарии. И это повод их в итоге, так сказать, в итоге усугубить в сторону перехода на акции материнской компании. Потом еще не было, но, как бы, по опыту, вот я в бытность инвестбанкировал видел, как делалась оптимизация затрат в МОСЭНЕРГО. То есть, там, взяли много тетенек-бухгалтерж, централизовали, перевели там из центра Москвы в Балашиху и сэкономили миллиард рублей по году только на этом. Вот, я думаю, что у таких монстров всегда есть, там, условно, 5-10 миллиардов рублей, которые можно заработать, если заплатить пару миллионов долларов Маккензи и, там, просто внедрить обычные практики, значит, там, переживливое производство, там, еще что-то. И, на самом деле, много денег заработать акционерам. Учитывая, что у нас сейчас, ну, с бюджетом все тяжело, то, я думаю, на госкомпании будут давить, чтобы они были эффективнее. И вот здесь процесс вот такой истории в Россетях, он может, с одной стороны, быть дико разрушительным для дочек, то есть, условно, там, люди влюбились и, так сказать, полностью, там, в Лен-Энергопреф, например, когда он, там, много лет их кормил. В какой-то момент он, условно, может, там, упасть на 40%, потому что дивиденд отменят и скажут, ребята, давайте поменяемся на маму, и все. И будет так, так и будет. Поэтому, в общем, я болею за обычку Россетей, может быть, за Прев, но не болею за их дочек. Мне кажется, это вот одна из центральных идей в секторе. Вот. Ну, есть какие-то базовые вещи, там, интерау, там, где не прорастет что-то, там, НЛ платит достаточно жирно и стабильно. Ну, это, там, такая-то, то, что знают все на рынке, короче. По поводу рост целикома. Ну, что можно сказать. Я бы здесь следил за мотивацией менеджмента и его действиями. То есть, в наших госкомпаниях, они, топ-менеджер часто является флюгером того, что происходит. То есть, в принципе, компания начнет зарабатывать очень приличные деньги с учетом Теледва, если считать на одну акцию. И она могла бы делиться. И там есть программа опционов для менеджмента. Соответственно, если эти ребята покупают, значит, они понимают, что это возможно. Если не покупают, значит, им сказали, что, ребят, ну, какой-то есть другой план на вас. Вот, все-таки это госкомпания. По поводу МТС. Мы сейчас гоним трафик через МТС, так что сам Бог велел. Я ищу акции такие, которые надо покупать. Понимаешь, не у всех сейчас время есть на спекуляции, если честно тебе скажу. Люди, мечта у многих. Просто купить и забыть. Ну, я думаю, это как классическая игра на понижение ставок ЦБ. То есть, в принципе, да, МТС даст 9%. Может монетизировать какие-то интересные тренды сейчас. Ну, в силу наличия там Big Data и прочего. Поэтому я нормально отношусь к этой компании и думаю, что это как раз тот случай, что самое важное – это просто какие-то хорошие цены входа. То есть, покупая из текущих, получаешь 9% ДИФ доход и, может быть, переоценку процентов на 15% за счет того, что, ну, в целом доходности по рынку сжимаются. Это неплохо, это вполне неплохо, но это может быть не сказка. Если, ну, будет какая-нибудь раздача, дадут на 10 рублей, на 20 рублей дешевле – супер, как бы, почему не добрать? То есть, я в таких акциях просто не выбираю весь лимит. То есть, я там, как бы, обозначил, что она у меня есть и думаю, ну, там, я же не знаю, ну, будет какая-нибудь там, армагеддон у нас очередной. Ну, дадут мне ее дешевле – супер, я до счет пополню. Но, как бы, не забивая лимит. Ты знаешь, что-то вообще мне сложно представить, как это вообще могло случиться. Мне казалось, что концепты совершенно другие у вас работают. А в чем именно? Ну, мне казалось, что вы работаете только от лонга. А, нет. Ну, у нас есть разные стратегии и разные эти… То есть, у нас сначала была стратегия лонг-онли в 2018 году, потом, ну, рынок стал очень турбулентный, он нас заставлял много как-то спекулировать или фиджироваться, потому что, там, Трамп там все время задавал жару. Но после вот этого кризиса я, в принципе, увидел, что, как бы, что, сейчас надо всем миром выбираться куда-то выше. Может быть, быстрее мы сделаем это, может быть, медленнее. Но, в принципе, это время быть инвестором и выбирать акции, внимательно считать, там, пользоваться калькулятором. Поэтому, сейчас мы, как бы, возвращаемся к тому, чтобы быть инвестором. И я это делаю, наверное, ну, с 2018 года у меня был перерыв, там, года полтора, когда мне очень не нравилась идея инвестиций, потому что я понимал, что можно бобануть в любой момент. По поводу нефти и газа, ты сказал в начале интервью такую фразу, что, ну, как бы, скептически ты относишься к выставлению цен на нефть, короче. Да, я думаю, что, вот, недавно был крутой отчет BP, где они сказали, что нефть, они ожидают 55 долларов долгосрочно, и там, ну, все, что выше, это, там, эффект инфляции, типа, 2% в год добавляйте, это вот и есть, там, ну, какая-то себестоимость и так далее. Я думаю, что это во многом так, потому что сейчас ситуация, что предложений нефти в мире много, и это только вопрос сдержек и цены, то есть, как только цена подрастает, сразу есть желающие немножко побольше побывать, вот, и по этой причине, в общем-то, я не вижу, что цена долгосрочно устаканивалась на более высоких уровнях, то есть, да, она может, там, восстановиться до 50, которые всем поинтереснее, да, там, окей, значит, может быть, что, там, в моменте ее занесет на 70, на какой-нибудь колдобине, там, в войне какой-нибудь, но если ты как раз инвестор, о чем мы сейчас говорим, то есть, если купить и забыть в хорошую компанию, допустим, в этом секторе, то в модель себе надо ставить все-таки не 70, то есть, я даже в 60 не верю, если честно. Понятно, да. А вот такая мысль, что сейчас надо покупать, на самом деле, не золото, а серебро. Как-то она тебе близка? Да, я вот тебе признаюсь, я сегодня купил. Валютную секцию на бирже московская? Нет, я через фьючерсы покупал, то есть, я просто вижу, что там такая пошла интересная движуха, как раз, ну, просто чисто по технике, по графику, а потом еще увидел интересную новость. Банк Китая сказал, что он напечатает 30 триллионов юаней, это получается где-то 4 триллиона долларов, то есть, вообще, с этим коронавирусом все так начали следить за США, что все забыли про китайскую экономику, она как-то не в фокусе была, после торговых войн. Вот, и я как-то возвращался к этой мысли, и сегодня, когда прочитал новость, думаю, вот это они, конечно, дали серьезно, потому что 4 триллиона долларов, это даже ФРС, ну, там, не то, что даст прикурить, но это уже сопоставимо с их масштабами, и это огромный кусок ликвидности. Молодцы, ребята, мы года через три можем устроить гонку до эвальвации, будут передовики. Кто первый? Побежит. Ну, у нас все-таки, я думаю, валюта от нефти будет зависеть, там, эвальвация, ну, может, но это как раз через расходы. Я хотел спросить, вот сейчас очень модная тема, по крайней мере, два аналитика, один из модных Стэнли, бывшие, сказали, что, может быть, резкое обесценение доллара по отношению к корзине валют, аж на 30% в следующем году. Как ты относишься к таким прогнозам? Ну, я думаю, что такая, как бы, давно этот прогноз давал Далио в том году, вот, или позатом даже, вот, честно говоря, у меня нет такого убежденности в таких крайних прогнозах, мне кажется, они немножко задраны, вот, и второе, я считаю, что, ну, как, с точки зрения вообще ценообразования валют, ну, в долгосроке всегда играет роль фундаментал, и для этого важно понимать, где и в какой стране будет какая инфляция, то есть потоки капитала, там, экспорт, условно говоря, там, какие-то другие вещи, они влияют в краткосроке, ну, то есть у нас, например, иностранцы набежали, там, купили ОФЗ, у нас там рубль вырос, ну, потом пройдет полгода, и это уже забудется. И тут то же самое, то есть там, то, что делается на рынке госдолга США и прочее, это не так влияет, а вот насколько растет и американская экономика, и насколько, значит, она инфляционна, это как раз очень сильно скажется. И здесь я пытаюсь сейчас понять, по какому пути пойдет Америка, это очень важно с точки зрения госрасходов, потому что, ну, условно говоря, старая добрая Америка могла бы строиться на том, что кризис прошел, много компаний обанкротилось, другие компании сначала играли на долю рынка, ну, условно говоря, там, если вот мы с тобой два ритейлера, мы там, допустим, у нас там пять других конкурентов умерло, мы сначала захватываем весь рынок, а потом начинает немножко поднимать цены на одежду, потому что выходит экономика из кризиса, у людей появляются деньги. Это создает инфляцию, и это создает нам прибыль. За счет прибыли мы развиваемся, мы инвестируем, там, нанимаем больше людей, экономика выходит из кризиса, и происходит такой цикл оздоровления вообще в экономике. Если сейчас, условно говоря, пойти по другому пути, и всех слабых спасти, и залить все баблом, то это приведет к плохой ситуации, потому что получается, что государство будет нас с тобой датировать за счет налогов с тех, кто чувствует себя нормально, ну, может быть, там, с каких-нибудь, там, технологичных корпораций, которые двигают прогресс. И тогда получается, что, как бы, неэффективные будут субсидироваться эффективными. И так произошло в Японии, так произошло в Европе. И по какому пути сейчас Америка пойдет, условно, социалистическому, там, или по пути выживать сильнейший, во многом определит ее конкретные способности, судьбу доллара. Потому что, если будет здоровая инфляция, будет здоровый рост, и в Америке будет все самое лучшее, туда будут также стремиться капиталы, все с долларом будет вот так. Если они реально будут спасать сирых и убогих, это может кончиться плохо реально. Поэтому политика важна. Кто выиграет на выборы, что он предложит, вот я бы подождал. Осталось два вопроса. Во-первых, назови самые интересные акции, которые ты будешь покупать, ну, кроме Сбербанка, ну, хотя бы двоечку еще. Ну, я удивлю, но, мне кажется, есть такая очевидная история. Мне нравится ритейлером видео, потому что он стоит 4 EBD, это дешевле, чем магнит, дешевле, чем детский мир. И, на самом деле, как мне кажется, у них была такая прикольная история, когда они завершили консолидацию трех сетей, потом, после этого, они хотели стать публичными и произвести SPO, потому что у них всего 5% рефлот был. Но, как раз в этот момент, в марте начался коронавирус, ну, и там акции обрушили, все отменилось. И они стоят опять, то есть, они стоили 600, а сейчас они стоят 400. Но я думаю, что за 400 их главный акционер бы акции не продал ни за что. А вот за 600 уже можно. Вот. И я думаю, что, как бы, будет корпоративная история на этот счет. Ну, как бы, никогда не знаешь, что в голове у, так сказать, гуцериевых, но вот мне, как большему вес банкиру, нравится вообще смотреть, как главный владелец себя ведет, что он хочет, куда он может думать. И вот я думаю в эту сторону. Вот. А вторая акция, которая что-то может показать интересное, вот. Ну, это, наверное, венчурная история, это Русал. Я еще не до конца докопал. Мне кажется, что там была такая ситуация в отрасли, что китайские убыточные производители думали, что, ну, и ждали, как что спрос вырастет, и рынок выровняется, спрос и предложение. Так оно почти и случилось в конце 19-го года. Даже Русал говорил, что рынок в балансе. И ровно в этот момент, там, ну, в начале года случился коронавирус, и все поняли, что рынок будет несбалансирован еще, там, дай бог, год-полтора. И в этот момент, вот в первом квартальном отчете Русал говорит о том, что начались выводы мощностей. То есть некоторые все-таки участники отрасли созрели и поняли, что, похоже, они не доживают. Уже реально проще закрыться, чем два года там ждать чего-то. Вот. Это то, чего эта отрасль давно ждала. И плюс, я думаю, что у нас все лучше укрепляются отношения с Европой. Возможно, что Европа снимет санкции с нас. Не знаю, но мне кажется, что мы, ну, как-то теряем вот это вот. Уже, уже, уже там, в 2022-м, третьем году уже 10 лет пройдет с Крыма. Вот. Это не факт. Я могу быть неправ. Но вот я смотрю на эту компанию, я понимаю, что она зарабатывает деньги, она гасит долг. У нее прикольная ситуация в отрасли. Например, Никель у нее на балансе вдвое подорожал. То есть было там 13 тысяч год назад. Вот сейчас уже 22. И у них все неплохо. Ну да, может быть, маленечко заработаешь. А может быть, прям вообще хорошо, если с санкциями решится. Сергей, Сергей, Крым был в 2014 году. Я помню, я как раз ломал спину. 2014 год. Я знаю. Ты сказал, 10 лет пройдет. Скоро, да. Очень скоро. Сейчас 2020 год. И последний вопрос. Вопрос, у тебя много книг сзади, да, я смотрю? Вопрос от моего зрителя. Зовут его Юмин Максим. Он хочет вводить фундаментальными знаниями. Он уже проштудировал учебник инвестиции Шарпа. И спрашивает, ты сталкивался с этим учебником инвестиции Шарпа? И что ты вообще порекомендуешь студентам или тем, кто хочет фундаментальный анализ почитать? Вот как вырубиться в этот, ну, в этот мир оценки, оценки? Ну, я думаю, что самый такой путь – это, на самом деле, попробовать замоделировать одну компанию, а потом сходить на какой-нибудь курс типа оценки. И, ну, там, допустим, не знаю, какой-нибудь ССИТ, финансиер, не знаю, там, любой. У нас на сайте есть даже какие-то такие, ну, мини-курсы, там, для начинающихся на эту тему. Короче говоря, я бы советовал, я вот всем советую, и там ни одного человека уже так научил. Я говорю, возьмите компанию, в которую вы инвестируете, ну, что вам интереснее было, что получится, и начните ее прикидывать, там, ну, условно, P&L, там, прибыль, выручку на полгода вперед. Возьмите полугодовой отчет и соберите себе годовой. Будет там криво, не точно, не идеально, но вы прочувствуете на своей шкуре процесс моделирования и, ну, как бы все попутные проблемы и, там, методы и так далее. Потому что, вот, я очень важную вещь хочу сказать, что когда я, как бы, короче, когда ты видишь отчет аналитика, что, типа, целевая цена такая-то и так далее, то ты не понимаешь, что этот человек имел в виду, потому что он кучу-кучу вещей заложил от себя, типа, при условии, что вот это так, вот это так, вот это так, вот это так. А когда ты сам сделаешь модель, ты поймешь все ограничения вот этих вот суждений людей в рынке, потому что они все мыслят, ну, в рамках какого-то вообще в целом сценария. Вот. Ну, и заодно на свой сценарий посчитаешь. Ну, ты же инвестбанкир, ты же можешь мне какие-то книжки порекомендовать? Так, слушай, нет. Дело, что я, как бы, ну, то есть, условно говоря, в университете там, условно, учат корпоративно-финансово, Фридрих Мишкин, он там, вот такой толстенный, да. Я бы, я просто боюсь человека задавить. А, как бы, если все дальше уже было на практике, то есть, там, условно говоря, мне нужно было строить модели, если я их строил долго, то я сидел до 4 утра. Если быстро, то, там, хотя бы в час ехал на такси домой. А как стать, наверняка, он спросит меня, а как стать инвестиционным банкиром? Сейчас вообще возможно? И, ну, сейчас рынок подходящий для того, чтобы внедриться в эту нишу? Ну, нет, ну, вообще много, как бы, же есть инвестбанковских этих, то есть, условно говоря, есть, там, корпоративные финансы, там, ресерч, то есть, везде вот это все, ты получишь, как бы, моделирование, там, оценку и так далее. Можно, вот даже в оценку четверку пойти. То есть, навык можно получить в куче профессий, которые все смежные, связанные. А с точки зрения отрасли, ну, мне кажется, неоднозначно, потому что все большие банки уходят из России сейчас, она не так привлекательна. И это печально, конечно. Но, с другой стороны, растут брокеры, и, там, вот, посмотреть на какой-нибудь, там, знаю, BKS Global Markets, там вообще прям здоровый инвестбанк появился у нас. Вот, так, посмотришь, сколько они выпускают всего в день, там, мне кажется, Сбера гоняет по объему ресерча и, там, детальности и, там, каким-то инновациям, не знаю. То есть, я вижу, что, наверное, российские брокеры прибавили, и рынок есть. Ну, даже на инвестирование, то есть, ну, условно говоря, хотя, там, мы не, там, вот такой у нас логотип, там, да, и бренд-нэйм, все равно у нас, как бы, есть и спрос, и своя команда аналитиков, которая уже даже больше, чем у некоторых брокеров. Значит, у меня просьба обратиться к тебе, Максим, этот Юмин, скажет, Антон Андрея Верникова, ну, парню посоветуй, ладно, хотя бы минут три, четыре, ладно, скажи с вопросом, потому что человек врубать от Верникова, Максим Юмин, потому что человек, действительно, хочет, ну, врубиться в эту тематичку. Сделаешь? Может, мы на стажировку, может, возьмем? Ну, а серьезно, можно на стажировку? Не, ну, если пройдет отбор, то не вопрос, то есть просто катерий. Ну, а там обращаться? Ну, вот, на мой e-mail можно написать, эс пирогов, не эс хироус ру, как бы, все просто. И там он пишет Юмин от Верникова. Все, спасибо большое, Сергей. Спасибо, у нас тут проблема с вышкой, да, и поэтому я буду долго, чувствую, выкачивать, но завтра или сегодня поздно-поздно вечером все сделаем. Супер, супер. Все, спасибо большое. Хороших ходов. До свидания.